Привет, Вероника! Сейчас мой очередной урок. Увидела, что Стёпа сделал теневой экран, поэтому надо обязательно сделать сказку про сову, показать её тенью, или если у вас всё-таки нет теневого экрана, или вы не хотите сделать теневой спектакль, то эту сказку можно показать и без теневого экрана. И для неё нам понадобятся три вещи. Сова, волк и дерево. Дерево с совином кнездом. Мы придумали сделать теневые фигурки из втулок для туалетной бумаги. Вот таких. Да, у меня тоже есть. Надеюсь, они у вас у всех есть. Ага. Но их надо будет резать. Их надо будет резать. Вероника, тебе тоже надо будет сделать. Тебе надо будет сделать дерево, пока я делаю волка и сову. Окей. Справишься ли ты с деревом? Попробую. Хорошо. У тебя были прекрасные ножницы. Ты мне в прошлый раз их давала, я тебе их возвращала. Я их сейчас продезинфицирую, тогда я тебе отправлю. Боишься, что я тебе их не делаю грязными, что ли? Сейчас всё надо протирать гелем спиртовым. Всё, готово. На, держи. Продезинфицировали. Пахнут ещё спиртиком. Спасибо. Так, ты делаешь дерево, а я делаю сову. Друзья, чтобы сделать сову, нам нужно сначала сделать два огромных глаз. Я беру мою втулку, делаю её плоской, вот так вот сжимаю и отрезаю вот так поперёк одну полосочку и вторую полосочку. и смотрите, что у нас получилось. У нас получились два глаза. Их надо вот так вот выпрямить, сделать круглыми и скрепить посерединке. Смотрите, их можно склеить, а можно закрепить скотчем. Вот у меня есть бумажный скотч. Если у вас нет скотча, вы можете всклеить клеем или кусочком бумаги, смазанным клеем. Вот так. Два совиных глаза получились. Знаете, у сов такие огромные глаза. Чтобы сделать сову, нам нужно посмотреть, какие эти совы бывают, что у них действительно, на самом деле, очень большие глаза и вот эта область вокруг глаз, такие большие, круглые. Вот они в такие гнезда, и в них сидят птенчики совята, которые еще симпатичнее, чем сами взрослые совы. Это так часто бывает вообще у всех. А у нас однажды на участке даже птенчик выпал из гнезда и сидел под деревом. Достаточно долго там жил, и папа мой смог снять видео. Так, теперь нам нужно сделать тело совы. Его можно сначала нарисовать на любой бумаге. Лучше плотной, но совершенно не обязательно. Будет такое вот треугольное тело. Можно даже сразу с крылышками. Вот такие крылышки. Сейчас покажу вам в экран, как у меня получилось. У меня получилось вот такое тело. У вас может быть любое. У меня в моем представлении сова вот такая. Я прекрасными вранительными ножницами сейчас вырежу. Можно вырезать отдельно тело, отдельно наклеить потом к нему крылышки, если вам так проще. У меня с крылышками. Можно согнуть, если у вас бумажка, и сделать треугольнички, перышки вырезать. Вот так прямо на сгибе. Вот так согнула и вырезала треугольнички на сгибе. И получились перышки у совы. А теперь мы это тело приклеиваем к глазам. Я делаю такой сгиб сверху и приклеиваю к нашим глазам вот так снизу. Это тоже можно делать легко клеевым карандашом, а можно скотчем. Сейчас вот попробую. Для разнообразия сделать карандашом. Вот этот наш сгиб намазала клеем, приклеила к телу совы. Отличная сова получается. Хорошая? Да, мне нравится. Можно сделать ушки совы. Я тоже приклеиваю треугольнички маленькие, бумажные. Чтобы она еще больше была похожа на сову. вырезаю такие треугольнички. Тоже делаю небольшой сгиб внизу. И его приклеиваю сверху глаза. И второй также приклеиваю. Памая почти готова. У нее очень большие глаза, поэтому я вот взяла такие крышки от бутылок. Вы можете сделать бумажные глаза. Если у вас есть крышечки, то приклеить крышечки вот сюда внутрь большого глаза проще всего с помощью скотча. Сейчас это я очень быстренько сделаю. Вот так вот. Сейчас покажу, как я это делаю. такие глаза. И нам нужна палочка, чтобы нам можно было легче эту сову вводить по теневому экрану. Палочка нам нужна будет сверху, вот так вот, чтобы эта сова могла летать. Вот, сова готова. Сейчас мы быстро сделаем волка. Волку не будем делать с туловища. Волка тоже сделаем из втулки. Очень простым способом нам нужно сделать всего лишь огромную голову. Мы опять плоско сжимаем втулку, берем ножницы и делаем, отрезаем вот такой треугольник. Давайте я сначала нарисую его, чтобы вы понимали, где отрезать. Вот так. И вот это будет морда волка. Сейчас покажу. Вот это морда волка. А оставшийся кусочек, оставшийся кусочек, это будет его ухо. Нам нужно вот так вот взять и надеть его сверху, вот так вот. Вот так. И так вот можно приклеить клеем, а можно скотчем. Сейчас я быстро его приклею скотчем. Будет злобный-злобный волк. Что еще самое важное, Вероника, у волка? Чтобы он был злобный и похож на волка. Когти? Подожди, у нас голова одна. Злоба, что ли? Да. Нам нужно сделать челюсть. Челюсть волка. Можно сначала нарисовать. Потом вырезать. Такой волк. Смотрите, нам понадобится только голова его. Он будет пытаться съесть сову. О, я вижу, у тебя готово дерево. Сейчас. Как ты видишь? Да. Вот такое сделано дерево. Я просто нарезала маленький кусочек бумажки и приклеила их скотчем по периметру втулки. А ты можешь эти ветки как-нибудь смять, согнуть, чтобы они были больше похожи на натуральное дерево, а не бумажки приклеенные к втулке от туалетной бумаги? Да, вот так. Можешь внутрь тоже как-нибудь. На самом деле все хорошо, потому что если это будет тень, то это будет хорошее объемное дерево. Да, отлично. Давай его сюда. Да, держи. О, спасибо. Да, хорошее. Итак, у нас все готово. Сова, голова волка, дерево, на котором будет гнездо. Айси, смотри, какая у меня еще штука есть. Я тут ему печенье, и вот оно так открывается, что вот это как раз похоже на пасть волка. Может, попробуешь? Попробуем. На, держи. Класс. Здорово. Сейчас тоже попробуем. Попробуем. Да, отлично, мне кажется, как-то с твоей стороны. Да, да, неплохо с него. А наш волк вот такой. О, нет, этот лучше все-таки. Очень хороший. Так, смотрим, какая у нас сова. Ой, какие-то у нее желтые глаза. Желтые глаза, потому что мы использовали такие бежевые крышечки. А у меня есть от Пококома. Хочешь, тогда будут красные, наверное. Красные глаза у совы. Слушай, ну давай попробуем, давай. Вот, Ась, красные. Подставляй руку, лови. Держи. О, спасибо. Попробую приклеить вместо желтых глаз красные к нашей сове. Вот сова. Желтые. А, не видно. Желтые глаза вынимаю. И на их место приклеиваю красные от Кока-Колы. Сейчас посмотрим, что получится. Вот у меня все это на весу плохо получается. Так. Сделала красный. О, кровожадная. Да, у нас будет какая-то такая сова. О, какое дерево сделано хорошее. Да, вот такое отличное дерево для совы. Вот такой волк. А еще, смотрите, если вам лень делать дерево, если вам такое дерево вдруг не нравится, а у вас есть какие-нибудь комнатные растения, вот у меня есть мята. Сейчас я ее поставлю за экран. И можно сделать лес с помощью какого-нибудь комнатного растения. Не очень похоже на дерево только. Но если вот светить снизу, как я сейчас свечу, то вот такие заросли, да, кусты. Еще можно взять, вот я взяла ветку занятшей сирени и попробовать сделать дерево из веток, если вы выходите на улицу и у вас есть ветки. Еще можно к втулке от туалетной бумаги приклеить палочки, найденные на улице. О, я отвал... Вот так вот. Вот так мне тоже нравится. Хороший. И помните тот способ, который я говорил вам в прошлый раз? Если взять баночку, наполненную какой-нибудь крупой, то в нее можно вставить наши палки, и тогда можно будет не держать дерево, оно будет само стоять. Вот, я его не держу, а оно просто у меня воткнуто. Вот так в прессу. Ну, это все, наверное, на сегодня с мастерской, а теперь нужно будет показать сам спектакль. И по лутам. Португальская сказка съел сову. Шел однажды волк по лесу и увидел сову, сидящую на верхушке дерево. О, дай-ка спилю я это дерево. Сделал вид он, что пилит дерево, а сова ему говорит. Не надо пилить дерево. Там у меня дети сидят. Ах, ну хорошо, тогда спускайся ко мне. И сова слетела к волку поближе, а он взял и схватил ее в пасть. И сова ему из пасти говорит. Отпусти меня к деткам попрощаться. Нет. Тогда сова попросила волка самому сообщить ее детям, совятам, что он ее съел. Ну, хорошо. Съел сову громче, съел сову громче, съел сову. Закричал волк разину в пасть, и сова вылетела из пасти и прилетела обратно в свое гнездо на дереве своим деткам. И сказал ему оттуда. Ищи другую дуру. И волк обиженный убежал. Конец. Это такая сказка португальская, странная. Вы можете поставить свою, совершенно любую, с этими персонажами или с другими. Фантазируйте, придумывайте свои сюжеты. Мы с удовольствием посмотрим. Показывайте нам обязательно. Пока. Пока.